Сюрприз к учебному году. Под Черкасами едва не обрушилась местная школа. ЧП произошло еще 1 сентября, но обучение там не прекратили. Аварийное левое крыло здания администрация закрыла, а уроки уже неделю проводят в спортзале и столовой. Парты на спортивном поле, а школьная доска под баскетбольным кольцом. Так проходит урок математики в 6 классе Краснослободской школы номер 2. Преподаватели и ученики уже неделю с грустью вспоминают свой родной кабинет. Он остался в левом, аварийном крыле здания. Уроки проводят даже в столовой. В аварийной части здания осталась большая часть классов. Кабинетов катастрофически не хватает, говорит директор. Не спасает ситуацию и оборудованная для занятий раздевалка. Второй и третий класс администрация была просто вынуждена отправить на каникулы. Не можем сейчас пустить детей на учение на второй и на третий поверх, потому что я, как директор школы, на себя такую ответственность взять не могу. Потому что я не уверена в том, какие могут быть последствия. В школе учается 447 ученик. Первый этаж в левом крыле школы сейчас больше напоминает зону боевых действий. Первые трещины в кабинетах появились еще в начале августа, рассказывает завуч. Об этом администрация тогда официально доложила в профильное районное управление и сельсовет. Но никакой реакции не последовало. И 1 сентября школа открыла двери для учеников. Спохватились чиновники только после того, как из-под ног начал уходить пол. И основательно лопнула одна из стен. Возмущению родителей нет предела. И районным, и сельским властям люди задают один и тот же вопрос. Заместитель председателя Черкасской райадминистрации только разводит руками. Мол, такого развития событий не ожидали. Говорит, причины разрушения здания пока неизвестны. И их сейчас пытаются установить эксперты. Чиновники заверяют, сразу после официального заключения экспертов, район готов немедленно профинансировать все восстановительные строительные работы в школе. Теперь, когда учебный год уже начался, детям и преподавателям по неволе придется приспосабливаться к новым условиям обучения. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область.